Тот, кто занят этим миром для того света, братья, тот не будет отвлечен. Правильно, нет, как мы сказали? То есть, если ты занят мирским ради того света, у тебя будет миллион направлений бизнеса, они тебя отвлекать не будут. Я всегда, братьям, говорю, пусть наша дунья будет, братья, знаете, как что? Как приезд в Умру. Вот ты приехал в Умру и живешь недалеко от Кабы, от Мекки, от Харама. Тебе же надо, вещи же пачкаются, постирать же надо. Мирской вопрос или не мирской? Мирской, правильно? Так, тебе кушать надо или не надо? Мирской вопрос? Мирской. Так, тебе подарки близким, родным надо купить? Мирской вопрос или не мирской? Хорошо. Обеденная молитва в 12.30 дают азан. И я тебе говорю, брат, давай в 12.30 в кафе пойдем. Брат, 12.30 намаз. Ты говоришь, в кафе пойдем после Зухра. Так, потом тебе кто-то говорит, брат, там вещи бы отнести. Давай пойдем перед Асрам, правильно же? Брат, там вот подарки. Давай пойдем после Иша. То есть ты весь свой мир подстраиваешь мирской здесь под что? Под времена намаза. И кто бы что тебе не предложил во время намаза, ты же не хочешь 100 тысяч награды упускать. Брат, какой ресторан? Мы видим люди на Рамадан, братья, заходят на Аср в мечеть, читают Магриб, просто зам-зам пьют с фиником, и дальше они выходят. Правильно же? Целый день уразу держали. Почему? Я говорю, не зайду сюда потом, в Тарових. И совершают Иша, совершают Тарових, и только потом идут, кушают и в Тар. Правильно? Нет. Вот эти люди, братья, их цель дунья, или же их цель религия? Всю свою дунья подстраивают под что? Приоритеты. Правильно, религия? Вот у нас, братья Барковы, не только здесь так должно быть, у нас вся жизнь так должна быть, где бы мы ни жили. Тот человек, у которого нет никакой бизнеса, он просто работает на зарплату, но при этом это для него цель, а религию он подстраивает под нее, время намазу не идет, джамат, не совершает. Женщина, кстати, вот это же, кстати, вопрос. Очень многие сестры относятся халатно к пятикратной молитве, не совершают ее в начале времени. Большинство сестер, братья Барковы, как это мы слышим от многих братьев, совершают молитву в самом конце времени. Почему? Я, говорит, занята детьми, я занята мужем, я занята том и так далее, и так подобное. Так Пророк Солосом сказал, самое лучшее время молитвы? В начале времени. Понимаете? Да, если у тебя идет там, ну действительно, то есть вопрос прям, ну совсем сложный, ну у тебя там кипит что-то, горит и так далее, понятно время, что это, да, тут закончи потом, иди молиться. Но если у тебя есть время помолиться, то есть если можно отложить какие-то дела, если есть возможность отложить, совершить молитву и потом продолжить, не надо откладывать на потом. Пусть религия будет твоим приоритетом, пусть она у тебя будет номер один, пусть она у тебя будет номер один. Братья, намерение очень-очень важная вещь, то есть вот в этих вот мирских вещах мы сказали, это вопрос намерения. То есть если у тебя намерение будет тот цвет, Аллах тебе облегчит все мирские вопросы. Аллах тебе все облегчит. Поэтому мы не слышали такого брата, который сказал, брат, я вот из-за этих пяти намазов в хараме, говорит, голодный остался, чуть с голоду не умер. Грязный, не стиран. Никто так не говорит, правильно? Все говорят, брат, в Мекку приезжаешь, Аллах, так все легко, говорит, вообще удивительно. И косы ты ходишь, и чистый ходишь, и всегда так же, правильно, по милости все очень, аллах спонталь.